На днях в Абыйском Улусе состоялась молодежная экспедиция по маршруту заброшенных поселений, похвально-полуусной, в целях ознакомления с уникальными местами родного края. Екатерина Соломова продолжит. Совершив традиционный обряд перед поездкой в неизведанные места, участники экспедиции двинулись в путь по матушке реки Индигирка. Первой остановкой была местность Сыпной Яр, завораживающая и пугающая своим величием, потому как высота яра составляет около 20 метров. Путь экспедиции был проложен через местность похвальный Аллайховского Улуса, расположенный на правом берегу реки Индигирка. В этом заброшенном поселке сейчас живет семья Альбины Кроль, которая занимается охотой и добычей пушнины. И в свободное время, или я на речке, или в лесу, до сих пор еще охочусь, хожу на лыжах. Транспорт не предпочитаю, потому что когда идешь на лыжах, ты слышишь голос ветра, его тепло, как оно тебя ляпжигает или ласкает. Слышишь каждый шорох, веточки. На третий день экспедиция доехала до пункта назначения поселка Полуосный. Первое, что бросилось в глаза, это полуразрушенный забор, обнесенный колючей проволокой. Эта местность осваивалась еще до военное время силами заключенных. Здесь находился один из исправительных трудовых лагерей системы ГУЛАГа Дальстрой для строительства Колумбской трассы. Члены экспедиции были удивлены увиденным. Так, в те далекие времена, в Полуосном, было даже центральное отопление и электростанция. Ну, посмотрели мы здесь дома, какие постройки здесь были, имеются социально значимые объекты, почта, школа, административное здание. Вот сейчас мы находимся здесь, возле котельной. Здесь, получается, было и центральное отопление, была электростанция, двигатель стоял, производство Макларен, Ангия. Основной целью нашей экспедиции было изучение нашего родного ЛУСа, истории нашего ЛУСа. К сожалению, мы уже большую часть истории утратили, пытаемся восстановить. Надеемся, наша экспедиция будет одним из первых шагов в изучении, в восстановлении данных, в возобновлении изучения нашей истории. С чувством достигнутой цели, понимая важность и ценность данного проекта, с планами на будущее, члены экспедиции двинулись в обратный путь. Екатерина Соломова, НВК Саха, АБИ.